Инфрегационная терапия, вопросы и ответы. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президент, Наталья Леонидовна. Коллеги, позвольте поблагодарить вас за возможность участия в этой конференции, которая стала значимым с моей точки зрения событием, так как образовательным мероприятием. И остановиться на вопросах, которые находятся, ну если не в фокусе нашего внимания с вами, то, конечно же, составляет большую часть рутинной ленингологической практики. Дело в том, что более 80, около 90% врачей, по данным опроса, сообщают о том, что они рекомендуют ирригационные процедуры, то есть промывание носа своим пациентам. Каковы же аргументы за эту процедуру? Дело в том, что существует последовательность определенной развития патогенетических сдвигов слизистой оболочки полости носа, которые в том числе характеризуются и усилением процессов транссудации, нарастанием отека, стимуляцией нервных окончаний, и все это приводит к обструкции носа, нарушению носового дыхания. Одним из таких вариантов является стимуляция выделительной функции носа, активация деятельности желез слизистой оболочки, увеличение функций бокаловидных клеток. А другим аспектом развития воспалительной процесса является редукция микросиркуляторного русла, дистрофические, некробиотические изменения слизистой оболочки носа, и таким образом происходит хронизация процесса на фоне снижения выделительной функции слизистой оболочки полости носа. В этих случаях на поверхности скапливаются плотные продукты воспаления, избыток которых ведет к нарушению одной из важнейших функций начальных отделов респираторного трака, мукоцеллярному транспорту, и создаются благоприятные условия для микробного обсеменения, контоминации слизистой оболочки полости носа, формирование так называемых локальных и системных воспалительных изменений. Ну вот по соперационным изменениям. Часто очень в поликлинике приходят пациенты, которые перенесли те или иные эндоназальные вмешательства, и длительный период времени на всей полости носа находится, мы можем видеть, фибринный налет, вязкий, богатый белком эксудат. Это хорошая питательная среда для роста микрофлоры, и это стимулирует пролонгацию воспалительных изменений. Более того, в девитализированной структуре плохо проникают антибактериальные препараты, антисептические препараты, и существенно меняются реологические свойства отделяемого слизистой оболочки. И все это нарушает и дренаж, и вентиляцию колоносовых пазух, и затягивает тот период реконволюсценции, о котором мы говорим. С клинической точки зрения, вот важным условием повышения эффективности лечебных мероприятий при воспалении слизистой оболочки носа является удаление продуктов воспаления из полости носа и обеспечение быстрого регресса вот этих самых воспалительных изменений и восстановления функциональной активности слизистой оболочки полости носа. Механизм действия ирригационных процедур достоверно неизвестен, несмотря на их большую популярность. Ну, считается, как известно, они способствуют очищению слизистой оболочки, удалению медиаторов воспаления, улучшению мукоцеллярной функции, повышению устойчивости слизистой оболочки носа к инфекции. Примерно так мы или наши пациенты воспринимаем вот то, что происходит в полости носа при ирригации, ну, или так, вот смывание всех этих продуктов воспаления. В зависимости от концентрации соли в промывной жидкости, это первый курс, физкалоидная химия, могут быть различные эффекты при использовании гипотонической, изо- или гипертонического раствора. И вот применение 2-процентного, то есть гипертонического солевого раствора на фоне рутинных лечебных мероприятий сопровождается снижением на 64% тяжести симптомов и значимым улучшением качества жизни таких пациентов с хроническим синуситом. И сатанический раствор улучшает носовую проходимость, улучшает, в частности, обонятельную функцию, один из наиболее значимых маркеров воспаления слизистой оболочки полости носа. Но при анализе многочисленных исследований данных литературы, можно сказать, что вот эти ирригационные процедуры могут быть включены в качестве вспомогательного средства для лечения симптомов острого и хронического риносинусита. Тем не менее, несмотря на их простоту, эти исследования не позволяют сделать вывод о значимости полученных результатов. Наблюдаются ограниченные доказательства пользы ирригационных процедур у взрослых. Незначительный дискомфорт – это нередкость. 40% детей приносят некомфортно ирригационные процедуры. Как же мы осуществляем и наши пациенты? Ну, с сжатием, с положительным давлением жидкости, отрицательным давлением, когда вдыхается раствор, или его распылением. Кроме этого, промывание через положительное, либо отрицательное давление эффективнее считается. Здесь он распределяется более оптимально в пазухах решетчатой кости, в гайморовых пазухах, чем при распылении. В клиновидные и лобные пазухи, по данным литературы, попадает ограниченное количество раствора, как с помощью положительного, так и с помощью отрицательного давления. При использовании спрея эти пазухи не достигаются. Минимальное количество противопоказаний, тем не менее, существует для ирригационных процедур. Но их не надо назначать пациентам с челюстно-лицевой травмой, при наличии неврологических проблем, при которых возможна аспирация, ну и по другим причинам, тем пациентам, которые не могут выполнять эти проблемы. Одним из таких препаратов, который лишен различных компонентов, комбинаций, является африн «Чистое море». Это единственный компонент препарата «Очищенная морская вода», без лекарственных и химических веществ, а также без консервантов. Он может применяться у взрослых, детей старше 6 лет и в период гистации. Дозатор позволяет контролировать силу струи и объем раствора, о чем мы только что говорили, и который впрыскивается в полость носа. Обратите внимание, что существует гипертонический африн «Чистое море» раствор, и изотонический, и изотонический для детей в возрасте от 2 недель и старше, если есть необходимость применения. Так каковы же достоинства эрегационных процедур? Он лучше всего демонстрирует эти достоинства тогда, эти процедуры, когда имеется наличие обильного, вязкого и богатого белком эксудата, когда изменяется существо реологической свойства отделяемого, и важным компонентом лечения является эффективное и травматичное удаление из носовой полости избытка слизи. Таким образом обеспечивается очень хороший контакт лекарственных препаратов с поверхностью слизистой оболочкой. Все ли так положительно и хорошо? Я бы хотел коснуться нескольких словах так называемого профилактического применения эрегационных процедур, которые настоятельно рекомендуются, ну и период эпидемии и так далее. Дело в том, что выделительная функция носа – это чрезвычайно сложный в норме в физиологических условиях процесс, который обеспечивает баланс гомеостатических механизмов ВДП, состояние равновесия верхнодыхательных путей. И вот во многом эта функция обеспечивается наличием на поверхности слизистой оболочкой полости носа назального секрета, который имеет определенную толщину, определенный объем и обновляется за определенный период времени, покрывая слоем необходимым мерцательной эпителий. Кроме этого, кроме объема, этот носовой секрет имеет и определенные константы биохимического состава. Именно это обеспечивает, с одной стороны, физиологический режим функционирования мукоцеллярного транспорта, а с другой стороны, обеспечивается защитная функция начальных отделов респираторного тракта, потому что первая линия защиты опосредована специфическими антителами и различными неспецифическими антимикробными защитными факторами, вы их видите, которые содержатся в носовом секрете здорового человека. Обеспечивает носовой секрет колонизационную резистентность слизистой оболочки полости носа, блокируя рецепторы клеток эпителия представителями нормальной микробиоты полости носа. Надо ли смывать ее с профилактической, так называемой, точки зрения? Стоит подумать. Кроме этого, компоненты носового секрета участвуют в обеспечении гомеостаза, как мы говорили, дыхательных путей, и это мукополисахариды, и визоцин, белок и продукты его метаболизма, энзимы, трехвалентное железо, двухвалентная медь, которая входит, является кофакторами очень важных протеидов, активными центрами ферментов, которые обеспечивают защиту антимикробно-силистой оболочки полости носа, свободно-радикальные комплексы носового секрета, концентрации и характеристики которых сходны с плазменными свободно-радикальными комплексами. Мы только что говорили о лактоферине, циролоплазмине, которые содержатся в полости носа в концентрациях сходных сывороток крови и обеспечивают защитные функции слизистой оболочки, и моноглобулин А, концентрации которых также сходны и превышают аналогичные показатели даже в слезной жидкости. И поэтому, по-видимому, можно, исходя из этих данных, говорить о риногематическом барьере, проницаемость которого играет важную роль в обеспечении оптимальных концентраций биологически активных веществ, в частности металлопротеидов, свободно-радикальных комплексов и защите дыхательных путей от микробной агрессии. А вот промывание у здоровых людей полости носа существенно влияет на уровни антимикробных пептидов. Обратите внимание, что гипертонический раствор первоначально снижает уровень лизоцима и лактоферина, но затем наблюдается повышенная секреция пептида, но на 30% и через 24 часа. За это время слизистая оболочка носа снижает свою конституционную резистентность. Фунгицидная активность лизоцима тормозится инвитро солевыми растворами для ирригации. Есть наблюдения, которые говорят о том, что постоянное орошение полости носа солевыми растворами, так сказать, без меры, увеличивает частоту инфекций респираторных. При использовании солевых растворов частота острых респираторных инфекций составляла около 8 раз в год, а при прекращении снижалась практически в 2 раза. Ну и насколько хорошо жидкость при промывании носа может достигать оклоносовых пазух? Здесь существует определенное количество мифов. Обратите внимание, что средние объемы окрашивания кондикаторной жидкости в оклоносовых пазухах при ирригации очень и очень незначительны. И 4 мм – это минимальный диаметр естественного соустия, который может гарантировать проникновение определенного количества жидкости в оклоносовые пазухи. Чем мы промываем флаконы, которыми пользуются наши пациенты? Оказывается, это может быть источником реинфицирования носа и оклоносовых пазух. В целом, почти в 100% бутылок для промывания выявляется рост бактерий. В оклоносовых пазухах и в посевах из бутылок золотистый стафилокоп выявляется более чем в 50% наблюдений. Что используют для промывания? Ни в коем случае не рекомендуется использовать обычную воду. Редко, но практически со стопроцентным летальным исходом возможен риск возникновения амебного менинга-энцефалита, который фиксируется редко при использовании для ирригации носа неочищенной воды. По переневральным пространствам эта инфекция быстро проникает в полость серепа и все заканчивается очень печально. Но, тем не менее, 65% наших пациентов используют в баллонах дистиллированную или кипяченую воду, но считают это средне или умеренно неудобным мероприятием. Подавляющее большинство, 70% пациентов, сообщают о том, что не придерживались инструкции по очистке бутылок для полоскания, для ирригации. Таким образом, с современной точки зрения, носовой секрет рассматривается как сложная система, активно метаболизирующая. Ее компоненты играют важную роль в минимизации отрицательных экзогенных воздействий, формирование антиинфекционной защиты респираторного тракта, а избыточные внешние воздействия могут инициировать недостаточность наиболее уязвимых звеньев локальной защиты сейстой оболочки и возникновению патологических процессов. В связи с этим необходимо всегда соблюдать чувство меры и обращать внимание на эффективность так называемых профилактических значений и ирригационных процедур. Спасибо. Спасибо.